Привет, друзья! Уже вовсю идет лотерея Green Card 2020, поэтому я решил вам тоже сделать видео, в котором я подробненько расскажу, как оставить заявку, чтобы можно было податься на Green Card и, возможно, именно у вас будет шанс, и вы выиграете Green Card и приедете в Америку жить. Попробуем? Давайте! Это ничего не стоит. Это бесплатно, абсолютно бесплатно. И те компании, которые у вас берут за это деньги, в принципе, их можно тоже понимать, потому что есть люди, которые очень сильно заняты, либо они просто не хотят этим заниматься. Они хотят дать денег, чтобы им сделали, и все. Они не хотят разбираться, они не хотят вникать. Когда я выиграл Green Card и ехал сюда, у нас был чатик, в котором мы общались, помогали друг другу, он, в принципе, и сейчас есть. Были такие моменты, что людям, которые через агентство делали Green Card, подавались элементарно податься, серьезно. Эти агентства просто потом при выигрыше требовали у них большие деньги. Большие деньги, это считается полторы тысячи долларов, за то, чтобы они дали им результат. Поэтому вы можете потратить полдня, ну, час-два разобраться, подготовить все документы на сами, либо отдать на аутсорс кому-то, чтобы они сделали за вас. Я заявляю, что это не стоит тех денег, которые за это берут. Если вы выбрали второй способ, который говорит о том, чтобы разобраться самим, я вам сейчас все покажу. Поехали! Итак, первым делом, что мы делаем, мы переходим на сайт официальный, который предоставляет вам возможность для регистрации. Сайт будет внизу в описании. Все, что вам нужно сделать, это перейти по ссылке. Ссылка, реально, смотрите, чтобы это было написано dvlottery.state.gov. Это официальный сайт. Никакие другие сайты не поддерживают это. не оформляют заявки, нет стопроцентного выигрыша. Не введитесь ни на что. Только этот официальный сайт. Вот здесь написано уже, что лотерея будет вестись с... Точнее, она уже идет с 3 октября по 6 ноября 2018 года. Вот, если вы немножко не понимаете, есть Google Translate, вы можете, в принципе, нажать кнопочку перевести, и у вас все будет на русском. Но я вам, опять же, скажу здесь, ничего страшного, ничего сложного нету. Я сам поддавался первый раз, сам первый раз, с первого раза выиграл. Вот есть входные инструкции. Инструкции, которые нужны для понимания, что делать, как открывать, что заполнять и так далее. Вам, в принципе, вам их не обязательно. Потому что я вам сейчас все, в принципе, расскажу, вы все будете знать. Но для общего понимания вы должны пробежаться, конечно. Вот здесь есть украинский язык, русский должен быть где-то, не вижу, не знаю почему. Ну, должен быть, наверное, где-то. Ладно, ладно. И здесь все подробные инструкции, которые вы можете прочитать и подробненько, подробненько, подробненько вы будете уже знать, о чем идет речь и так далее. И вот здесь есть примеры фотографий. Опять же, фотография, вот, такая простенькая. Здесь тоже примеры фотографий, какие они должны быть, какие не должны быть. То есть все предельно понятно. Вот товарищ, да, он должен быть на белом фоне, не должно быть очков, не должно быть париков. Все четко, красивенько. Вот он не должен смотреть куда-то не в объектив, он не должен улыбаться, подбородок не должен быть вверх. Доявитель имеет естественную улыбку. Голова не должна быть наклонена в сторону, ну и так далее. В принципе, с закрытыми глазами тоже не нужно фотографироваться. Тоже почитайте, посмотрите. Зелененькая кнопочка – это начало записи. Начинаем регистрироваться и заполняем код аутификации, чтобы компьютер понял, что мы не роботы. П-Игрик, П-М-Х. Отправить. Итак, это стандартная форма для заполнения грин-карты. Для заполнения заявки на участие грин-карт. Опять же, я сделаю вам переводчик, чтобы все было понятно. Пишем. Например, я буду заполнять на себя, но я не буду участвовать, потому что я хочу, чтобы вы тоже выиграли, чтобы у вас шансов больше было. Поэтому я буду заполнять якобы на себя, но участвовать не буду. Пишем. Фамилия. Фамилию вы пишете свою. Ну, в данном случае пишем мою фамилию. С большой буквы. И имя. Второе имя мы не пишем, потому что это имеется в виду не отчество, как у нас. Это имеется в виду, например, Илья Сергей. Вот такого плана. То есть это второе имя должно быть. Дальше пишем полмужчина. Месяц 25-е. Месяц. Сначала месяц 0-8-е. Потом 25-е. 1989-е. Город, в котором вы родились. Пишем. Меколаев. Дальше. Выбираем страну, в которой вы родились. Я родился в Украине, поэтому я выбираю Украина. Украина. Но опять же, вы должны понимать, что чтобы участвовать в лотерее, ваша страна должна быть в списке розыгрышей. Какие страны сейчас есть в розыгрыше, вы можете посмотреть по этой ссылочке. Открыть ее. И вот здесь полный список стран, которые сейчас, на данный момент, непосредственно участвуют в лотерее. Гринкард. Где они? Где они? Где они? Вот. С Африки, с Азии, с Европы. Ну, в общем, посмотрите, найдете свою страну. Но если вы со стороны СНГ, то вы, в принципе, участвуете, поэтому не переживайте. Ставим здесь «Да». Дальше. В фотографию вы фотографируетесь. На самом деле, я фотографировался, я просто взял фотографию, навел на нее свой фотоаппарат, щелкнул ее и подставил в программку, которая позволяет мне сделать правильную фотографию для участника лотереи. Она есть непосредственно на сайте, ссылку я тоже дам в описании. Почтовый адрес. Адрес. Пишем город, в котором вы живете. Маколаев, в данном случае. Область. В моем случае Николаевская. И 50. И индекс. Если он есть. Он должен быть. И город свой. Страну, в смысле. Украина. Дальше. Страна, где вы живете сейчас. Украина. Если бы якобы я был на Украине и заполнял анкету. Номер телефона не обязательно, но вы можете написать свой мобильный. Адрес электронной почты. Очень важно. Этот адрес электронной почты, на него будет приходить ваше оповещение. И в дальнейшем будет вся почтовая информация тоже будет приходить на него. Поэтому выберите свой. Либо создайте новый. И на него используйте уже. Вписывайтесь. Ну, я впишу свой. В любом случае мы не будем его использовать. Подтверждаем адрес. Точно такой же ставим. Следующее, что мы заполняем, это какой самый высокий уровень образования, которого вы достигли на сегодняшний день. То есть, если вы в школе, сейчас учитесь, вы ставите начальную школу. Если вы закончили 11 классов, вы ставите высшее образование. Если вы поступили в ПТУ либо в техникум, получили специальность, вы ставите профессиональную школу. Если вы поступили в университет, вот, некоторые университетские курсы. Если вы поступили, если вы получили бакалавра уже, то это высшее образование. Если вы уже поступили на магистра, пошли на магистра учиться дальше, то вы ставите некоторые курсы повышения квалификации, степень магистра. Степень магистра уже ставится, когда вы получили магистра. Дальше вы ставите, пошли в аспирантуру, и когда вы уже получили докторскую степень. Следующее, какое на данный момент ваше семейное положение? То есть, первое, это замужний-не замужний, женатый-неженатый. Следующее, это женатый и мой супруг является гражданином США. Следующее, женатый и мой супруг не является гражданином США. Разведенный, это овдовевший. То есть, вы были женатый, ну, овдовевший, ясное дело. И юридические отделы, это когда вас развели по решению суда, то есть, вы развелись по каким-то причинам в юридическом отношении. Дальше, ставите число детей. Есть момент, то есть, у меня нет детей, я ставил ноль. Конечно, если у вас есть дети, вы ставите сколько у вас детей есть. Например, ситуация у нас была такая, почему людям не дали гринкарту. Потому что семья, в которой был ребенок, муж подался на гринкарту, и жена тоже, муж выиграл, и у них был один ребенок в семье. Они поставили один ребенок, одного человека. Но здесь просится, чтобы вы указали всех биологических детей, то есть, тех детей, которые у вас есть вообще в принципе в природе. поэтому они поставили только тех детей, которые есть на момент в их семье. И когда начали выяснять, то детей у них больше от предыдущего брака, и нужно было ставить больше. Поэтому им не дали. Поэтому вспомните всех своих детей, всех своих детишек, и вписывайте число. Поэтому я ставлю ноль. И дальше нажимаете продолжить. Все. На этом все. Дальше у вас появится таблица о том, чтобы вы подтвердили свои данные. Вы их еще раз проверяете, и нажимаете окей. После этого у вас появляется письмо с вашей фамилией, имя, с годом рождения, и с вашим конкретным номером, под которым вы в мае, уже после того, когда лотерея закончится, и нужно будет проверять. Вы его просто вставляете туда, и получаете ответ. Выиграли вы или не выиграли. Я вам советую это сделать скриншотик. Я как делал? Я сделал скриншот, я распечатал на принтере, и взял, ну, в офисе себе просто прикрепил на стенку. И она на стенке у меня висела до следующего года. Когда пришло время, я увидел, что у меня она висит. Я взял, ввел, и тут подарочек. Все, что нужно знать по гринкарте. По лотереи гринкарте. Поэтому всем удачи, ребята. Надеюсь, что вы тоже выиграете. В принципе, да, процент по Украине очень-очень маленький. Стремится, точнее, ноль. Там с десятыми. Или с сотыми даже уже. Но я надеюсь, кому-то повезет, и кто-то все-таки приедет, и будет здесь. Все, ребят. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, видео получилось компактное и понятное. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рекомендуйте своим друзьям. Возможно, это тоже кому-то пригодится. Ну, возможно, это будет конкуренция, конечно, в вашем случае. Но все равно, надеюсь, что и ваши друзья, и вы тоже выиграете гринкарту и приедете в Америку. Спасибо. Продолжение следует...